Привет, меня зовут Мария, и я уехала из России. Это моё второе видео уже про Турцию. Я думаю, что вам стоит посмотреть первое видео, чтобы быть в курсе происходящих событий. И там даны ответы на важные вопросы по денежным переводам, про отношению к русским. В этом видео мы поговорим про плюсы и минусы жизни в Турции, а точнее в Анталии, где я сейчас нахожусь. Ну и конечно я должна сказать, ребята, вам то, что это мои личные впечатления. Да, я приехала сюда из Москвы, так что это моя собственная история и моя личная оценка. Потому что для каждого человека свои критерии оценки места, где он может жить. К тому же я думаю, и напишите пожалуйста в комментариях, кто тоже так считает, что страну можно рассматривать с двух точек зрения. Для туризма и для жизни. И это будут две разные оценки совершенно. Хочу начать, знаете, с такого прикола турков, который я здесь заметила в Анталии. Я не знаю, может люди это не замечают, им не бросается в глаза, кто сюда приезжает. Но они очень любят вывешивать свое белье, сушиться на фасады, здания. И вот вы идете по какому-то району, например, вот здесь вот, где я живу, это район Бузилоба. Здесь очень много новых апартаментов и жилых комплексов. Вы идете, смотрите на все эти стильные современные здания с панорамными окнами. И они все завешены бельем, эти панорамные окна снаружи. В общем, это такой забавный момент. Я, наверное, потому что я дизайнер интерьера, я очень частительно к такому. Я сначала скажу о плюсах, да, если вам покажется, что минусов как-то в моем видео слишком много, то просто знайте, это, наверное, потому что все-таки я бы для себя Турцию не выбрала. Давайте перейдем к плюсам. Первое — это еда. Притом, еда, на самом деле, она здесь у меня и в плюсах, и дальше будет в минусах. Просто это, ну, разного рода еда. Еда, которая в плюсах, это еда, которая продается в супермаркетах. Здесь такая богатая молочка и кисломолочка. Тут у них просто куча сыров, каких-то айранов, кефиров, йогуртов, даже каких-то странных молочных ломтиков. И вот куча такой вот разной молочной ерунды, очень-очень вкусной. Сыры — это прям вообще что-то нереальное, я обожаю просто сыры. А еще здесь куча орза. То есть они прям стоят на полках магазинов. Вместо обычных каких-то спагетти или ракушек, да, у них здесь это орза. Я просто очень люблю орза. Это макаронные изделия, похожие на рисинки. В магазинах у нас это сложно найти, то есть они не лежат на полках, как здесь. Здесь это, наоборот, составляет, наверное, 90% всей макаронной продукции. Из орза получаются очень вкусные блюда. А еще здесь ложечки, я не знаю, как это называется. Это такие вкусные, знаете, кремовые соусы, заправки. А вот как аджика. Например, аджика — это какой класс продукта, как его назвать? Например, что-то, что-то похожее на сметану с солеными огурцами. Второе, может быть, это что-то, какие-то перемолотые помидоры с красным перцем и чесноком. Понимаете, да? То есть это то, что можно и на хлеб намазывать, но мы едим это просто совсем. А почему есть негативное, да, в еде? Смотрите дальше в блоке минусов. Вы меня простите, у меня набралось всего два пункта позитивного. И второе — это здесь удобство для туриста. Здесь кнопки такси на каких-то столбах. То есть они могут быть везде. Это просто кнопка такси. И знаете, если вы увидите такую и подумаете, ну, наверное, она не работает, никто не приедет вообще, то вы ошибетесь. Такси реально приезжают. Мы уже несколько раз пробовали использовать эту кнопку, и такси приезжало там в течение двух-трех минут. Это очень удобно, особенно первые дни. Допустим, у вас там нет симки, нет интернета, вообще ничего нету. Просто нажимаете на кнопку. Негативные. Знаете, мне кажется, цены до недавнего времени в целом в Турции были в разделе позитивного. Но, то есть они не только растут из-за нестабильности валюты, я про турецкую лиру, если что, но а также еще из-за наплыва русских и украинцев. Это особенно ощущается на цены на жилье, да. Если на продукты вы просто видите инфляцию, то жилье прям так не очень ощущается. Сейчас потому что Турция очень легкая страна для переезда. Здесь легко закрепиться. Она находится в стороне от санкций. Сюда все еще налажено авиасообщение. Пока что. Поэтому здесь много приезжих. Поэтому цены сейчас начали расти сильно, несмотря на то, что даже еще не сезон. Не знаю даже, что будет летом. Цены росли прямо на глазах. Вечером выбираешь апарты, да, за 800, например, евро. С утра они уже почти 900. И это еще не считая того, что за ночь еще и рубль, да, упал. Поэтому на эти апартаменты меньше 100 тысяч рублей, да, если у вас двое, то с кухней, с мебелью, это сейчас даже нереально, мне кажется. Цены на еду ощущаются как раньше в Москве до последних событий. То есть, если у вас была определенная сумма, которую вы тратили в неделю, да, на продукты, то вы здесь же ее будете тратить сейчас. Наверное, раньше это было меньше, но все-таки сейчас в Турции, наверное, ощущается меньше, чем сейчас прямо в Москве. Понимаете, да? Такси в целом нормальные. То есть где-то за 30 минут примерно 900 рублей, за минут 10 300 рублей. Из минусов, да, из минусов, это если честно сказать, я была очень предрассудительна к Турции. Я думала, что сюда приезжаю, что это не то, чтобы по-английски все говорят, да, а все говорят по-русски, ну, на самом деле никто не говорит ни на русском, ни на английском. Да, русский как бы, ну и фиг с ним, да, но на английском. Я вам честно скажу, мне очень-очень тяжело. Только недавно назначили переводчика всей нашей группы сотрудников. Да, если хотите узнать мою историю, опять же, это вот в предыдущем видео. Но без него это реально было тяжело, какие-то получить услуги. Она колоссально просто помогает, потому что я не знала даже, что я покупаю в магазине. Это порошок, это что, это шампунь, понимаете? Я установила, конечно, Google Lens потом. Он, когда наводишь камеру, автоматически переводит текст. Это хоть как-то помогает, потому что нет даже дубляжа на английском. Вот у нас пачку перевернешь, у нас там просто такое полотно, да, текста. Можно сидеть и как книжку читать там и на буряском, казахском, и на английском в том числе. И ладно бы чего жаловаться, да, если бы это была какая-то глушь была. Но нет, я неделю жила до того, как мы нашли апартаменты, да, в Holiday Inn. И даже в Holiday Inn персонал не говорил по-английски. Вы представляете? Мне было просто даже тяжело объяснить, чтобы мне дали сахар, то есть на слово это казалось бы простое, там, sugar, да. Но это очень усложняло жизнь. Лучше сразу устанавливайте себе Google Lens, Google Переводчик и симку в первую же очередь, чтобы вы могли хотя бы через Google Translator, да, для этого нужен, естественно, интернет мобильный, переводить что-то. Сфера услуг в бьюти-индустрии. Конечно, если вы турист, то вы с этой сферой даже не столкнетесь. Но если вы здесь живете, вам рано или поздно понадобится какой-нибудь парикмахер, мастер по маникюру. Понятное дело, конечно, мы в Москве, можно так сказать, зажались, да. Но да, так и есть. В Москве просто очень высокий уровень бьюти-индустрии. И то, несмотря на то, что я бы сказала даже, что в Москве сложно найти своего хорошего мастера по маникюру. Если что, да, я не о наклеивании страз. Я вам сейчас расскажу просто. Несколько турчанок мне посоветовали один салон, куда я пришла. Мне девушка просто открыла ящик, в котором было понавалено куча всего, покопалась, достала пилочку с кусками чужих ногтей и давала мне наяривать. Пакеты с чистой пилочкой? О чем вы вообще? Что вы там такого в своей Москве насмотрелись? Обработать? В смысле? Перчатки? Зачем? В итоге, конечно, у меня загноился палец, но мы не будем об этих подробностях, хорошо? Я потратила, наверное, неделю на поиски русскоговорящего мастера по маникюру в инстаграме. Я нашла ее, и слава богу, я к ней сходила, все в порядке. И никакой заразы мне больше не заносили. Давайте я расскажу про турецкую еду, о какой еде идет речь, да? Речь идет о ресторанной еде. То есть, если идти в кафешки, рестораны, даже, на самом деле, в рестораны при отелях. Я придумала идеальное описание о турецкой еде, на самом деле. Это, мой муж, кстати, согласился с этим, это когда ты ищешь Макдональдс для того, чтобы поесть хоть что-то полезное и не калорийное. Если кто-то привык к ПП, я прям сочувствую. Опять же, да, это если рассматривать еду в ресторанах и кафе, как готовую еду, да, не то, что вы покупаете в магазинах и готовите у себя дома. Тут либо все настолько жирное, либо даже если просто берешь салат, ты не понимаешь, почему у тебя потом болит живот. Я понимаю, что по Турции это в целом везде, а потому что, когда мы отдыхали два, по-моему, года назад в Алюденизе, мы обходили там все рестораны, попробовали даже частично в Хисароню, а все равно мы просто пачками ели мезин и уголь. И последний пункт — это атмосфера, да, но это чисто лично мой пункт, потому что кому-то нравятся курортные города. Но это как раз-таки из тех случаев, когда приехать сюда туристом — это клёво, но жить здесь я бы не хотела. К тому же я не нахожу этот город аккуратным и опрятным. Это моё мнение о городах на самом деле, как и о людях. То есть для меня вот неважно, как человек одет, я всегда говорю то, что человек может одеться в недорогую одежду, да, пользоваться недорогой косметикой, не пользоваться какими-то дорогостоящими услугами по уходу за собой, но он может быть просто аккуратным и опрятным, и это классно. И здесь я просто этого не вижу. Я понимаю, что это зависит даже от людей просто. Не вывешивать свои трусы, например, на фасады здания, да, не бросать мусор мимо урны, и я тут прямо сейчас как борец за экологию, но это ощущается, когда просто идёшь по городу. Даже просто взять эти безвкусные вывески, да, это тоже зависит просто от человека, создать какую-нибудь действительно стильную вывеску. Я, наверное, говорю, опять же, как дизайнер интерьеров, но для меня важна эстетическая составляющая, потому что я не могу что-то игнорировать, а что-то на что-то смотреть, да, и с чем-то мириться, а что-то на что-то обращать внимание. У меня нет такого какого-то выборочного зрения. Вот здесь вот закрыли, вот здесь зашорились, а вот здесь нормально, на море смотрим. Мне очень интересно, может быть, у кого-то тоже совпали какие-то пункты, да, плюсы-минусы. Кто-то согласен со мной, или кто есть не согласный. И чем вам нравится Анталия, я бы тоже послушала. Поэтому спасибо, что посмотрели. Пожалуйста, подпишитесь на мой канал, потому что впереди много интересного, потому что грандиозные планы. Поэтому до новых встреч, ребята. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова